Привет, дорогие друзья! Как и обещал, давайте займемся выборами в Харькове. А конкретно главным кандидатом, теперь уже, так понимаю, кандидатом и от Банковой, мы об этом тоже расскажем, в Харькове Игорем Тереховым займемся. Это исполняющий обязанности харьковского мэра. Он, впрочем, как и другие лидирующие, помимо нашего кандидата Плетнева, который, я уверен, должен взять верх на этих выборах, кичатся вот они все близостью к Геннадию Адольфовичу Кернесу, что вот я был близок, а я был еще ближе. Игорь Терехов из той же когорты, он очень был близок к Кернесу, и поэтому часть Кернеса отошла к нему, по всей видимости, и надо за него проголосовать. Давайте посмотрим, что почем. Ну, судя из декларации, мы потом к декларации вернемся, он не нищий, но заряжен как-то вот не по статусу. Прописан он по адресу Харьков, переулок Золотаревский, 21, хотя этого дома у него в декларации нету. Ну, выглядит простенько. Ну, вот обычный дом и все. Он же все-таки Игорь Терехов, на нем часть Кернеса лежит. Смотрите, СМИ делали расследование касательно бизнесов, которые были записаны на близких дам Игоря Терехова. Если заниматься совсем близкими, то я бы хотел обратить ваше внимание на один тендер, в соответствии с которым Харьковский областной лабораторный центр заказал ПЦР-тесты в количестве тысячи штук у компании OnLab по цене 855 гривен за штуку. Я вам должен сказать, что... Ну, это 855 тысяч получилось в итоге. Я вам должен сказать, что это очень постарались, потому что найти такую цену, это реально надо постараться. Вот мы вбиваем первую попавшуюся реально, и здесь и то мы видим в розницу, они стоят, ну, меньше. А если заказывать эти тесты, так это получаются сущие копейки. Но тут надо понимать, почему этот тендер произошел. Потому что компания OnLab, 45% этой компании принадлежит Тереховой Виктории Владимировне. А Терехова Виктория Владимировна, ну, это мама Игоря Терехова. Бывшая жена Терехова, винник Елена Викторовна. Она бизнесвумен, владеет сетью ларьков Кисет и рядом частных клиник. Медицинский центр Доктор Про, медицинский центр ТО. Медицинский центр, если перечислять все медицинские центры, которым владеет бывшая жена, исполняющая обязанности городского головы Харькова, то, в принципе, это полролика может уйти только на перечисление. Это значимые активы. Из близких также есть Анна Кузнецова, которая сейчас является, по сути, гражданской женой. Она засветилась с Тереховым на отдыхе в Турции, пока город ставил рекорды по COVID-19. Вот в этом прекрасном месте они были замечены. Стоимость отдыха, как сообщалось, составляла порядка 10 тысяч евро. И сам городской голова, вернее, его исполняющий обязанности, не отрицал того, что, ну да, поехал и отдохнул. Отдых в Турции. Да, великолепно. Понравился? Очень, очень. Вы там были с Анной Кузнецовой, руководителем Харьковских известий. Ну, дело в том, что она не только руководитель Харьковских известий, но еще и депутат облсовета от фракции партии Блок Кернеса «Успешный Харьков». И она является председателем комиссии по вопросам совместной собственности территориальных громад области. Начиная с 2018-го в собственности Кузнецовой начал появляться бизнес, связанный с бизнесом близким к Терехову. Так, новые компании сети «Онклиник» уже записываются на нее, а не на бывшую жену «Винник». Кроме того, у Кузнецовой появились корпоративные права ООО «ТО иначе», «Доктор Про», «Оксфорд Медикал», «Харьков Медицинский центр», «Бриют» и другие, связанные с бизнесом Игоря Терехова. Для того, чтобы понять, насколько серьезное благосостояние у этой гражданки-депутата, можно посмотреть на ее перелеты. Вот это вот перелеты. В принципе, я думаю, что любой харьковчанин, который, конечно, не бьет баклуши, а ходит на работу, может себе позволить точно так же бороздить просторы европейских и иных стран. Тут, знаете, как говорится, не завидуй. Сын Терехова, Терехов Николай Игоревич, был директором коммунального предприятия «Харьковское ремонтно-строительное предприятие в Харькове». Но в декларации денег у него нет. Харьковский городской совет заказывает себе и своему руководству рекламу за 2 миллиона гривен у телеканала «Симон» или, может быть, «Симон», если не телеканал, назвали, допустим, в честь Петлюры. И этот канал регулярно выигрывает тендеры от коммунальных предприятий города Харькова. Данный канал принадлежит Давтяну Александру Саркисовичу. Это бизнесмен, и он был депутатом и главой фракции Европейской солидарности в Харьковском облсовете. Вообще он, можно сказать, такой упорный человек, потому что он регулярно хочет пройти во власть, и у него регулярно получается. То он шел в Верховную Раду, то он от фронта «Змин» был, потом от Европейской солидарности. В принципе, в следующий горсовет он может пройти уже от какого-то блока Терехова. Это очень странно, что получается на канале Европейской солидарности, по сути, за деньги налогоплательщиков, за харьковский бюджет, пиарится Игорь Терехов. Что связывает его с Европейской солидарностью? Наверное, все-таки деньги. Ну, интересен внутренний мир руководителя этого канала. Еще один момент, который лично меня зацепил. Он говорил про Стерненко, говорил о том, что у нас все время выбирают герои, пытаются сделать героями революции, каких-то таких неподходящих под это людей. Вопрос касательно Стерненко, как вы слышите, и отвечает руководитель канала. Как бы ничего плохого вроде как он и не сделал, но вопрос, если ты сделал какое-то правонарушение, не имеет значения, герой каких воин ты. За правонарушение надо отвечать. Мне интересно, у них у всех одинаковый, плюс-минус голос одинаковый. Какая-то удивительная метаморфоза. Короче, видите, что Стерненко-то ничего особо такого и не сделал. Ну, какое-то правонарушение, это, наверное, когда он зарезал правонарушение, и за него все-таки надо ответить. Штраф, скорее всего. Это так, просто набросок. Регулярно выигрывают тендеры от коммунальных предприятий Харькова, а также седьмой канал. Пиар-видео Терехова с пометкой «Сделано по инициативе Харьковского горсовета». Что мне вот интересно, это надпись «Еще один символ города Харьков». Это имеется в виду Терехов, надо полагать. Все рекламные площади, которые необходимы, конечно, кандидатам в мэры, все заняты Игорем Тереховым. И другим кандидатам просто не хватает места. И некоторые делают заявление, что они отказываются от этого. Просто мест нет. Это все зафрактовано действующим, исполняющим обязанности головы. А теперь переходим к самому интересному. Смотрите, есть технический кандидат от одного из кандидатов. Вот это вот попка. Он взял на вооружение мой лозунг, который я сказал, что альтернатива есть. Среди вот этих вот всех близких кернес, которые заявляют, что они близкие. Альтернатива есть. Денис Ярославский. И Денис Ярославский ему дали слить одну интересную информацию. Публично обращаюсь на заказ с требованием провести проверку декларации секретаря Харьковского горсовета. Он сообщает, что Терехов купил в коттеджном поселке Royal Club в 2019 году дом стоимостью 3,5 миллионов долларов. И вот это вот он говорит, проектировал дом, самый дорогой, запятые ставит, в принципе, пишет так, как и надо писать техническому кандидату. Он сливает эту информацию. Без любых доказательств публикует там фоточки и публикует месторасположение. То есть ему эти данные слили, но почему-то сам, тот, кто слил, тот, кто владеет этим техническим кандидатом, не захотел от него озвучить информацию. Но у нас есть предположение, почему. А находится ли там дом Терехова? Мы решили перепроверить. Ну, потому что здесь доказательств никаких, никто на этот вброс не отреагировал. Мы решили перепроверить. Когда мы решаем перепроверить, надо готовиться. Дом и земельный участок по кадастровому номеру такому-то принадлежит компании, обслуговывающей кооператив житлово-будивального кооператив «Слайс». Бенефициарами данного кооператива является несколько человек, вот в том числе вот некто Луговой Игорь Владимирович. Луговой Игорь Владимирович при этом работает в трамвайном депо и бедный, как церковная мышь, все его имущество на маме. Жилищно-строительный кооператив «Слайс», на который оформлена земля и дом, проблемный. В 15-м году учредителями были Балюк, Каноненко, родственник депутата облсовета Альберта Каноненко, который находится в розыске именно по подозрению в участии в кооперативной схеме. С землей под этот Роял Клаб были колоссальные проблемы. И эти проблемы решались через суды. Был арест и даже скандал с судьей, которая принимала решение в деле. Высший совет правосудия в итоге отстранил от работы главу Харьковского окружного админсуда, подозреваемую в предложении взятки своей коллеги. Суть. 12 февраля 2020 года судья принимает решение в пользу обслуживающего кооператива, жилищно-строительный кооператив «Слайс» к департаменту градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета. Заичка своим решением разблокировала кооперативную схему, которая нанесла громаде Харькова, по словам бывшего генпрокурора Луценко, более 4,6 миллиардов гривен ущерба. Судья отменила решение властей Харькова и обязала выделить кооперативу 13 гектаров земли в Харьковском лесопарке. Сейчас на этом участке уже строится элитный коттеджный поселок. Судья вынесла правильное решение, и за это правильное решение, как пишут, город подарил 100-метровую квартиру ее детям. Если посмотреть на космическую карту, то можно прийти к выводу о том, что дом Игоря Терехова был построен в промежутке с августа 2018 по март 2020 года, скорее всего в 2019 году. Дом построили где-то в 2019 году, а зарегистрировали земельный участок на «Слайс» в 2021. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, потому что ему даже не присвоен номер. Он с бассейном на наших кадрах, вы можете им прекрасно полюбоваться. Живописнейшее место, рядом дома тоже очень и очень достойных и непростых людей. Как сообщалось, архитектором дома стал некто Дмитрий Фоменко, архитектурное бюро «Арте». Давайте перейдем на сайт Cart Development и поищем этот прекрасный дом на 550 квадратов для непростых людей. Простые люди живут попроще, а вот и непростые люди. Давайте посмотрим на фотографии этого дома, вот прямо на сайте. И здесь же на фотографиях этого дома мы замечаем внезапно «Мерседес». И, честно говоря, наши ребята не поверили своим глазам, когда они увидели этот «Мерседес». А главное, номера на этом «Мерседесе», который выложен прямо на сайте этой блатной конторы. Дом, а рядом «Мерседес». Вы думаете, просто так «Мерседес»? Номера 0000000? Похожие, но не то. Номера у него АХ4377СИ. АХ4377СИ. Дело в том, что эти номера мы можем отследить. Принадлежат они некой Котельниковой Олене Александровне. Если мы перейдем в декларацию господина Игоря Терехова, то мы увидим, что этой машиной на правах аренды он пользуется как раз-таки, взяв ее у Котельниковой Олены. И ездит на этом «Мерседесе» именно Игорь Терехов. Тому подтверждением служат два штрафа, как минимум, которые мы также извлекли из системы. ИНН по этим штрафам сходится с ИНН господина Терехова. Кроме того, как-то раз прошла новость о том, что господин Терехов лично проинспектировал современный семиэтажный парковочный комплекс. Он приехал туда на этом же «Мерседесе». Ну и мы решили посмотреть, как часто он посещает свои домовладения, приобретенные за честно нажитые 3,5 миллиона долларов. Хе-хе-хе, в мутном кооперативе. И вот в четверг, 21 октября, из поселка Ройл Клаб, ровно в 8.00, выехал автомобиль «Мерседес Геленваген». Номера АХ-7777-ОИ. Терехов ездит сразу на двух кубиках. Оба 7-7-7-7. Это знают все, но неофициально. Это неофициальная информация. А вот вам официальная информация. Номера АХ-7777-ОИ принадлежат «Мерседес Бенз Джей 63 АМГ» 2019 года. Дорогущая машина. Номера приметные ранее принадлежали «Бентли Континенталь Джей Ти» 2010 года, которое было поставлено на учет 17.09.2015 года. Я вам напомню еще эту дату. Дата имеет значение. Есть такое «ДАБИ». Ну, есть, было. Сейчас переименовано. И называется «Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины». Руководил этой организацией некто Кузьмин. И вот внезапно этот Кузьмин становится вице-мэром в Харькове по вопросам цифровой трансформации. По сути, замом Терехова. Давайте обратимся к декларации Кузьмина Сергея Сергеевича. Здесь обозначено, что у него два сына и жена. А вот это вот его земельные участки. Пусть вас это не удивляет. Это все еще перечисление. Все земельные участки, земельные участки, земельные участки. Пусть вас это не удивляет. Это же все-таки Украина. Но мы доходим до движимого имущества и находим на его жене автомобиль Bentley Continental 2010 года. Обращаем внимание, дата набуття права. 17.09.2015 года. Обращаемся опять к номерам, которые на Mercedes-Benz Gelenwagen. И обнаруживаем... Я же вам говорил, запомните. 17.09.2015. То есть, это Bentley. У нее были номера. Номера приметные. И это Bentley принадлежало человеку, который спустя годы стал вице-мэром в Харькове. Замом Терехова. Что это все значит? А значит, это то, что такие номера не выбрасывают. И после продажи Bentley эти номера были поставлены на Gelenwagen. Но нулячий практически. Который принадлежит жене вот этого вот Кузьмина. ИНН совпадает. Да, действительно, Кузьмина Оксана Васильевна. Правда, если в более ранних декларациях она отображалась, то потом она куда-то исчезла. По всей видимости, для того, чтобы можно было имущество записать на нее. И все, это не мое. Это моей бывшей, конечно, жены. Номера с Bentley перекочевали на Mercedes. Mercedes перекочевал в пользование Игоря Терехова. Игорь Терехов на этом Mercedes приезжает туда, где, оказывается, он построил прекрасный, шикарнючий дом на мутной земле в мутном парке, где рядом столь же мутные люди выстроили себе такие же мутные дома. По много-много миллионов долларов. Но почему-то стесняются их показывать, как Игорь Терехов. А вот сам этот Кузьмин, которого жена передала этот Mercedes в пользование Игорю Терехову, перекочевал в Харьков. И в этом кроется самое грустное. Где-то в сентябре он, Игорь Терехов, пришел к Зеленскому. Ермак, другие товарищи сказали, что Терехов их вполне устраивает. У них главное условие, чтобы воздействия Авакова на город не было. Он также утверждает, что Терехов пока пытается скрывать существующие договоренности с Банковой. Взамен на поддержку Офиса Президента Терехов пообещал окружению президента, что отдаст слуге народа должность секретаря горсовета. Есть еще другие слухи, что якобы Игорь сам может позже вступить в партию «Слуга народа». ИО мэра Харькова Игорю Терехову прислали из Киева скандального заместителя Сергея Кузьмина, который должен наладить в городе земельно-строительные схемы в пользу некоторых влиятельных людей из Офиса Президента. Коррупционный шлейф Кузьмина не оставляет сомнений, что он справится с поставленными задачами, но местный бизнес уже вздрогнул. Везде в СМИ это нашло свое отображение. Землю и стройку в Харькове отдали куратору от Офиса Президента Кузьмину. Всю земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса Президента Кузьмину. Эта информация, я думаю, пригодится людям, которые будут голосовать на выборах мэра Харькова. Я должен заметить, что мы вообще начали замечать неприятные истории в Харькове. К примеру, по Харьковской области некий клан, скажем так, вдруг начал обзаводиться землей в непомерных количествах. Мы на это тоже скоро обратим свое пристальное внимание. А разматывать мы умеем, я думаю, вы поняли из этого видео. Это не последнее видео по Харьковским вопросам. Меня волнуют Харьковские вопросы. У меня все. Офису Президента и Терехову. Привет. Всем привет. На связи депутат Харьковского горсовета Матвеченко Давидов. Сегодня я хочу вам рассказать о критической проблеме с целенаправленным убийством авиации в Украине. В нашем городе есть важное стратегическое предприятие для экономики страны. Харьковский авиационный завод. В былое время ХАС выпускал до 6 самолетов в месяц и обеспечивал работой более 15 тысяч человек. Завод выпускал самолеты Ан-74, которые могли совершать взлет и посадку в экстремальных условиях. От песчаного покрытия до грунтово-взлетно-посадочных полос. И это все в прошлом. За последние 7 лет завод был поставлен на колени. Единственным способом выживания завода было техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов. С 2014 года завод не выпустил ни одного самолета. 2014 год – начало конца для всей украинской промышленности. С чего бы это? В 2019 году президент Зеленский приехал на завод со своими обещаниями погасить многомиллионные задолженности перед работниками и обеспечить завод госзаказами. По всей видимости, уже в 2019 году Зеленский строил у себя в голове планы по спасению авиации под названием «Летаки летят, будем всех бомбить». До дня незалежности мы должны сделать новый летак и показать всем, какие мы сильные летаки летят. Будем всех бомбить. Что мы имеем на сегодня? Руководство Укроборонпрома назначило нового директора. Задолженности перед работниками предприятия составляют 266 миллионов гривен. Не было ни одного госзаказа от правительства Зеленского. На заводе устроили откровенный схематоз. Официально трудоустроено более полутора тысяч человек. Но фактически заработную плату получают только близкое окружение нового директора. Основная часть работников предприятия вынуждена отстаивать свои права на выплату заработной платы в судах и посредством митингов. Глава профсоюза предприятия обратился к руководителю Харьковской фракции партии «Шария» Плетневу Владимиру Васильевичу в момент, когда работников завода пытались не допустить на свое законное рабочее место. Рабочие производят национальный продукт, работают добросовестно и месяцами не получают оплаты своего труда. Им нечем кормить свои семьи, им не за что одеться, им не за что добраться на работу и с работы домой. Исполняющий обязанности мэра Терехов ездит по дворам многоэтажек и пиарится на том, что производит ремонт подъездов, что он и так обязан делать. И делает это не за деньги из своего кармана, а за бюджетные средства. Когда партия «Шария» победит на выборах в городе Харькове, такие уродливые явления, как использование рабского труда на предприятиях нашего города, канут в лету. Это мы вам обещаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова